Новое видео выходит каждый день в 20.00 А вы никогда не задумывались о том, как же хорошо быть тупым в наших современных самповских, да и не только самповских, а в целом в жизненных реалиях? Как же охуенно, нихуя не понимать, ни во что не вникать и просто быть тупым? Если вы не понимаете, о чем я сейчас расскажу. А вот вы же все знаете Барона Гейм Короноса, кто же будет отрицать, что данный человек тупой? Вы же все знаете Владислава Павлова, кто же будет отрицать, что и данный человек тоже тупой? Вы же все знаете Брулева, так вот кто же будет отрицать, что данный человек тоже тупой? Вот только есть тупые в плохом смысле, которые своей тупостью поражают воображение полностью, настраивают людей как-то отрицательно хуёво, навевают свою изначально туповатую точку зрения. А есть хорошие тупые, они никого не трогают, они о чём не разговаривают и ничто вообще не делают, то есть им вообще поебать не сидят там где-то в углу, снимают летсплеи на Аризоне и им похуй, они вообще ни во что не вникают, вникать не хотят и вникать никогда не будут. Так как на это нужно время, а у тупого человека его нету, ему нужно снимать летсплеи на Аризоне, открытие двух тысяч голд рулеток и так далее и тому подобное. Но давайте приведём данный пример на примере, хорошая конечно тавтология, но не важно, давайте приведём пример на примере Владислава Павлова. Павлов это лонный тупой люмпен или люмпен, да в целом это не так уж и важно, ведь значение данного слова он всё равно никогда не узнает, а даже если и узнает, то не поймёт. Всё дело в том, что он максимально тупой и дело в том, что он закрыт в своей тупости, он верит в то, что он говорит что-то нормальное и что-то правильное и не видит в этом ничего плохого. Ведь всегда можно оправдаться тем, эй, да это же я на камеру такой, а на самом деле-то я нормальный, ну вы же это понимаете, ну вы же это понимаете. Ну или наподобие того, бья себя грудью, кулаком в грудь, грудью в кулак, блять, бьясь, блять, бья, бьют себя грудью в кулак, крича о том, что да я не тупой, я не тупой, я просто, я на камеру так играю, да чё ж ты, сука, на камеру-то так играешь, ты чё не можешь нормальным быть или чё? Ты не можешь быть самим собой, да ты даже сам уже запутался в том, нормальный ты на камеру или нет, понимаешь? То есть ты настолько, чтобы вы понимали, ладно, я сейчас приведу вам пример нормальный, потому что сейчас мы просто ходим вокруг да около. Когда-то мне довелось попасть в конфу с Владиславом Павловым и я там с ним даже пообщался. И тогда я уже окончательно понял, что человек просто, блять, бивень, ну тупороги, блять, бивень, просто всё, блять, фартук, блять, потому что у фартука только, блять, лямки и всё, у него нет мозгов. Так вот, блять, Павлов это ебучий фартук, блять, он нихуя не понимает. Он такой говорит, о, Дан Семён, привет, пидорас. Я такой, я ж тебя не оскорблял, а с чего ты так? А у меня на тот момент даже каких-то роликов таких, знаете, плохих про него не было, он такой, привет, пидорас. Или что-то наподобить того. Я такой, типа, а за что так? И он начинает такой рассказывать, ну ты знаешь, что если ты вот это, про самп ютуберов делаешь ролики, конечно, да. Блин, ну ты даёшь, конечно, да. Я такой, типа, ну а чё плохого в этом? Он такой, блин, ну ты, конечно, даёшь, да, не, ну это разве контент или что? Я говорю, типа, ну а бэткомедиан это что? Это не контент, да, там анимагия это типа не контент или чё? Он такой говорит, блин, блин, ну типа знаешь, у них-то подписчиков много, а у тебя-то как бы, ну, не особо много, вот, и поэтому, как бы, ну, поэтому да, вот, я такой говорю, ты ролик-то хоть смотрел? Он такой, ну конечно смотрел, да, я говорю, какой? Он такой, ну вот этот, говорит, где у тебя вначале вот такой интер, пшшшш, а потом вот это вот, ты там что-то говорит, начинаешь всем бонжур, а именно салам, блядь. И всё, то есть, и потом он начал цитировать, блядь, Брулёва, именно фразы из того ролика. Я, я, я тогда всё окончательно понял, что, блядь, это просто пиздец, только тупой человек, не разобравшись в ситуации, не поговорив лично с человеком, может начать его личностно оскорблять. И я ни в коем случае не питаю никакой ненависти к тем людям, про которых я говорю, я питаю ненависть только к их тупости, к их выражениям, к тому, что они, блядь, возлагают в, блядь, головы детей. Ведь эти же дети, они потом, блядь, вырастут и пойдут голосовать, блядь, какого президента они, блядь, вообще нахуй выберут, я просто не понимаю, пиздец, блядь, это такой пиздец, это просто, блядь, ну причём в конфе, чтобы вы понимали, у него сидят, ну, нормальные люди, ну потому что мы только 2-3 человека успели списаться за то время и всё, и они писали вроде более-менее грамотно, и даже им, блядь, большинство того, что делает Павлова, блядь, не заходило, они непонятно, зачем там сидят. А чуваки, которым всё заходило, они, блядь, ну отправляли только голосовые сообщения. А как вы можете знать, то есть тот, кто отправляет голосовые сообщения, тот, в принципе, не уважает собеседника. И, исходя из всего этого, можно подрезюмировать, что когда ты тупый, ты вообще не понимаешь, что вокруг тебя происходит, какие там сампютуберы, что они там делают, кого кидают на 1 миллиард вирт, кого кидают там на 17 тысяч рублей, вообще всем поебать. Ну не всем поебать, а поебать только тупым чувакам. Они тупые, чуваки об этом заботятся, думают, блядь, вот того вот кинули Долорензе на 17 тысяч рублей, там вот чувака на 1 миллиард кинули, такого просто вот нельзя допустить. Но тут же, это ж, блядь, это просто пиздец. Поэтому мы в очередной раз убедились, что быть тупым, это престижно, не зашкварно, и, в принципе, с этим можно жить. Владислав Павлов, он как-то живёт, непонятно как, блядь. Ну я больше всего рофлил, знаете, с чего? С того, когда ему канал заблокировали, он такой, хе-хе, а он выдвинул такую, знаете, гипотезу, возможно, даже теорию, говорит, типа, ой, а мне, наверное, заблокировали канал из-за того, что вот у меня жёлтый доллар монетизации был, а я, типа, повторную проверку отправил. И он, наверное, до сих пор так считает, блядь. Ой, ладно. В общем, всем спасибо за просмотр данного ролика, быть тупым престижно, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!